привет друзья судя по музыке вы поняли что мы с вами где-то в карибике нас окружает красивое море пальмы безоблачное небо и как необходимая принадлежность карибики это наверное стаканчик рома вот об этом и сегодня и поговорим в предыдущем видео я рассказывал что я приобрел такой серию пробников рома plantation и сегодня я с вами протестирую два из них а какие я сейчас покажу первое это будет plantation dry stars white ram и второй plantation оригинал так так и вот эти два кандидата попадут сегодня на наш операционный стол и мы проверим их на их сущность что же они себя представляют но в таком виде разве можно пробовать ром нет нельзя поэтому я сейчас ну наверно уже лучше в таком виде можно пробовать ром мы начнем сегодня с белого рома для начала я пока его открою расскажу немножко что же стоит за плантейшн что это такое чем его едят весь набор серии plantation состоит из различных рома в различных категории есть и рома из одной бочки так называемый single газ рома есть по тендерам и который используется для миксования абсолютно различной степени качества и вкусовые в качество этого рома представлены в этой серии сегодня еще раз повторю у нас это белый ром три звезды dry stars и original dark наверно мне придется все таки скрыть и original dark тоже чтобы не мучиться потом довольно таки неловко это делал всем известный ром марки plantation это барбейдос xo я уверен что я сейчас вот эту сверху здесь покажу кстати представлены в этой коробочке такой же бутылочкой поэтому этикетка может вам о чем-то и скажет но сама бутылка она в общем то самая такая само сердце этого рома это красивая бутылка вот так этот барбейдос xo и вообще эти ромы это как бы бленд из различных регионов карибики которые потом производится в карибике различными способами то ли это колон стил то ли это под стил и разливаются в бурбонные бочки потом привозятся во францию где проходят они свою доводку в бочках из-под коньяка благо дело все стоит во дворе как бы коньяк у этой фирмы фран довольно таки известный и презентабельные довольно неплохой хотя может кто-то со мной поспорить кто же стоит за купажом фирме ферран это известный мастер купажа александр габриэль который является также менеджером и он и является основателем вот это вот марки plantation ну что мы поговорили о фирме plantation а теперь посвятим свое внимание полностью нашему рому это я когда довольно на удивление ароматная вещь нужно знать что этот ром купажирован и в общем-то состоит из трех регионов первый регион это барбадос до барбадос это был там был этот ром произведен на колон стил и также на под стил и он абсолютно не хранился почек он свежий как говорят англичане new make как говорят американцы white dog то есть этот ром пошу попал в этот бленд абсолютно без хранения бочках он абсолютно свежий молодой так называем действие девственные ром да потом из тринедада включается здесь из тринедада это двух-трехлетний ром который сделан на колоннах и из ямайки это десятилетний десятилетний ром который сделал на под стиле и выдержан бурбонных бочках потом этот ром весь был привезен во францию купажирован и хранился вместе теперь уже в конечных бочках поэтому он дабы и табу эйдж как бы до крепость его 41 и 2 десятых процента мы будем пробовать опустим свой нос в стаканчик а что нам покажет я там чуть-чуть понюхал уже но но он ароматный тут легкий чуть-чуть ванили тоже не чуть-чуть ванили а чуть-чуть чуть-чуть ванили кокос корочки мандарина похоже на то ну чё долго разусолю надо его пробовать сорок один и два десятых процента производитель говорит о том что в этом роме 9 грамм сахара на литр на запах он был сладковатый но на вкус он намного слаще чем намного слаще чем на запах после вкусе быстро выветрилось ничего ожидать какое количество здесь этого десятилетнего рома ну понятен интересно его нюхать немножко лакрицы сироп кокос вот что то что я нюхал то же самое и во вкусе стоимость такой бутылки 07 13 14 евро можно ли его пить в чистую сладкий может быть он хорош также как и скажем так гавана клап трехлетка для коктейли для меня этот ром в чистую у тебя бы он не пил не нравится мне в чистую слишком не сладкий давайте перейдем следующему нашему кандидату это вот к этому plantation оригинал так ну пука не было такой какой ром такой такой пук слабоват что этот ром что и этот ром сделаю чуть тише немножко музыку эти ромы сделаны из мелассы то есть продукт переработки сахарного тростника или скажем так сока сахарного тростника ром этот да кром он сделан на барбедосе теперь если так вот немножко пофантазировать на барбедосе ну я знаю может там и больше этих дистиллерий но я знаю две одна дистиллерия на барбедосе это маунт кай я думаю манка и кому-то говорит это имя потому что у него есть black barrel по моему маунт гай потом маунт гай xo который считается довольно таки неплохим ромом интересная мастер-блендер на этой в этой дистиллерии женщина довольно интересная интересный человек я как-то посмотрел видео о ней интересный человек и вообще роль женщин производстве виски производстве коньяка и производстве рома не нужно утаивать это действительно не только область мужская но и в то же время и женская вот к 8 марта что нибудь сделаем этом роде женщины в производстве то его тоже зрение то есть как бы выдержка проходила на барбедосе в бурбонных бочках потом был перевезен по францию где и проходил дозревание скажем так в коньячных бочках сколько он там лежал неизвестно то есть возраст его неизвестен содержание сахара тоже я посмотрел около 16 грамм на литр то есть все еще в пределах максимальное содержание допускается по-моему с недавнего времени 20 грамм на литр все что свыше 20 грамм на литр считается сиропом до 20 грамм вам еще можно ром ром не имеет права называться ромом если сахара больше 20 грамм на литр а также вкусовые и химические добавки то есть краситель это понятно он имеет право быть я уверен что этот ром крашеный цука калерам вопросов нет ну запах миласа бьет в нос сладость и темные скажем так сухофрукты сейчас вот какие конкретно ну наверное все таки идет финики да вот скорее всего финики если вы представляете себе такие сочные вяленые финики вот не высушенные уже которым изможженные вот такие вот перекрученные а вот хорошие сочные вяленые с мякоти вот 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 что то вот такое производитель говорит об этом роме как а роме для миксологи то есть для коктейлей это может быть и кайпериня кола с ромом дай кири кайпериня или кайпериня делается из бразильского не хочу врать кто знает напишите кайпериня ром или или бразильская специальный алкоголь бразильский если называется к к к к не кстати я нашел на страницах когда читал о нем характеристики нашел что вот этот ром кстати был достоин двух медалей одна была эта серебряная медаль она была 2015 как и золотая и серебряная 2015 году он получил серебро в мадриде на каком-то так называемом ром-конференции интернациональная ром-конференция рома в мадриде золотая медаль у него был ром-экспей ром-экспей что это значит может быть на такие знают ну вот наверное этот такой у нас сегодня коротенький обзор на ром сказать больше об этом напитке ничего не могу назвать их оба вкусными наверное тоже не в числом виде оба их оба не это 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 не мои напитки не мои честно говоря ребята да друзья мы будем прощаться я приобрел более-менее европейский вид подготовил как бы сегодня стихотворение в этот раз это стихотворение принадлежит известному актеру валентину гафту и звучит она вот как когда настанет час похмелья когда придет расплаты срок нас примет космос подземелья где очень низкий потолок бутылка там под ним повисло как спутник в невесомой мудле и нет ни в чем ни капли смысла весь смысл остался на земле на этом я буду с вами прощаться это был короткие видео не похож на мои видео которые длятся где много много говорю каков напиток такого смысл хочу пожелать нам всем любить уважать дружить несмотря на тяжелые времена жить если кого жить в этой жизни если кого существовать на этой земле за вас друзья мои наша комьюнити растет мы общаемся ставьте лайки ставки дизлайки коммуницируйте со мной обучение подписывайтесь на канал подписывайтесь на канал